Приветствую, друзья! Я в прошлый раз вам показывал картину медитации. Там дама такая была, очаровательная. И сейчас показываю картину медитации. А тут, ну, монах там или мужичок, я бы назвал её Прометей. Потому что он добывает, глядя на огонь, просвещение, познание. Он превращается из автомата робота, видите, в биоавтомат. Из животного превращается, просветляясь, превращается в человек. Вот у него, видите, как он держит свечу и звёзды над ним. Я что вам хочу сказать, что наша игра, которая будет в четверг, 20 часов, она вечная. Игра-тренировка «Найди ключ к себе». Я вам книжечку тоже показывал, которую я писал ещё много лет назад. И почему она вечная? Потому что там наша троица, условно говоря, святая троица, Олен, Шейла и Хасаи. Там включены три части метода. Ну, во-первых, Олен – это раскрепощение. Во-вторых, Шейла – это фиксация внимания на проблеме, которые вас сильно волнуют, которые вызывают у вас трепет и дрожание. И вы делаете с этой частотой напряжение. Но она там не в этот раз, а в следующий раз расскажет об этом, как это делается. Это поразительно, это поразительно, как можно за одну-две минуты выйти из тяжеленного стресса, выйти на свободу. А что такое свобода, друзья? Свобода – это от обстоятельств или от времени. Мы все в полете, мы все в потоке. В потоке, разорванном на части. И каждый в своих обстоятельствах, и каждый в своей доминанте переживания. И поэтому мы часто не слышим друг друга. Ну, кто, например, найдется? Купить мне очки. Купить мне очки, которые сломались. Или краски и подставку, которая все время вот это ломается, падает, брызгает красками. Я все время подтираю пол, мою пол. Послушайте, я шучу. Но ведь это правда. Это забирает время. А вот что такое свобода? Свобода – это свобода во времени или обстоятельств? И, пожалуйста, запомните одну фразу, она так звучит, она звучит так. Свободный поток ассоциаций в русле темы. Это значит такое событие, такое состояние в нашей голове, в нашей душе, в нашем мозге, когда, о чем бы вы ни подумали, свободный поток ассоциаций подключается, помочь вам в размышлениях, и он в русле темы. Ну, чтобы он был свободный, это какое состояние надо иметь? Да, друзья, что значит просветление? Что значит превращаться из животного в человека? Светление. Огонь. Мой друг Сорокин говорит о том, что человек стал человеком, когда стал жарить мясо. Ну, то есть имеется в виду, огонь его покорил. Но не знаю, может быть и так. Сорокин, пожалуйста, подключайся, напиши нам свое мнение. Друзья, игра, тренировка, найди ключ себе. То есть то действие, которое синхронно текущему состоянию в моменте, которое сразу снимает стресс и выводит вас на просветление, на состояние необыкновенной легкости, радости, ощущение детской естественности при вашем взрослом умеопыте. Вот это соединяющий ключ между вашим опытом и умом взрослым и вашей детской естественностью. Эта игра будет вечная. Это я знаю, потому что дети играют, от этого никуда не денешься. И вы, когда были маленькие, вы тоже играли. А почему вы играли? Почему ваше воображение, вы жили в нем в этот момент и совершали некие движения. А сейчас вы взрослые, вы не имеете времени поиграть. А поэтому эта игра, тренировка, найди, подбери ключ себе, она вечная. Мы уйдем. Я уже в возрасте. Уйдет наше поколение. Мы уже в возрасте. Уйдет следующее поколение. Мы тоже будем в возрасте. Никто у нас не отнимет наш возраст. Мы все мудреем. И мне Олен прислал видео моего правнука. Хоседчика. И я смотрю, как он среди более старших детей стоит. Они играют. А он в такой шапочке, у него козырек в эту сторону. И он удивленно на них смотрит. А потом начинает тоже двигаться. То есть он был удивлен. Он был изумлен. У него произошел разрыв шаблонов, как сейчас у вас произойдет во время игры и тренировки. Подбери ключ себе в четверг в 20 часов. Разрыв шаблонов. И я тоже могу сказать, что он тоже Прометей. Да, друзья. Который достал из огня истину и понес людям. Или можно сказать, что данку. У вас может возникнуть свободный поток ассоции в русской темы. А свободное время, друзья, истинное свободное время. О котором говорил Маркс, когда говорил, что все революции происходят для того, чтобы освободить человека от подневольного физического труда и дать ему личное время для размышлений. И для размышлений я это добавляю. Он говорил о свободном времени. Так вы сможете, истинное свободное время у вас бывает между сном и бодрствованием. Когда между рациональным и рациональным. Когда вы флюктуируете между сном и бодрствованием в этой точке бесконечности. И там в этой игре в течение трех-пяти минут мы вам даруем это свободное время, когда вы сможете за пять минут в день потом сами получать это безвремение, эту бесконечность. И входить в эту нирвану безмятежности, а через нее в поток решение любой своей проблемы. Да, друзья, до встречи.